Рижский марафон «Лателеком» В длинные дистанции соревновались ведущие латвийские марафонцы, спортсмены и поклонники марафонского бега из-за рубежа. Наряду с профессиональными бегунами на различных дистанциях пробовали свои силы дружные коллективы и семьи с детьми. Для некоторых забег в Рижском марафоне – это ежегодная традиция. Арман Сугинтерсу 58 лет. Он приехал из Лепы, чтобы уже в восьмой раз принять участие в забеге на 10 километров. Пошел такой ритуал жизненный, что маратон, неважно как он называется, майский, его уже ждет каждый год. Вот этот заканчивается, мы уже готовимся к следующему. Мы знаем, что через год мы опять сюда приедем. Мы не на пьедестал, мы сами боремся с собой, потому что преодолеть хоть какое-то расстояние, если ты каждый день сидишь за письменным столом, это, по-моему, уже какая-то борьба с собой, которую мы преодолели, и удовольствие чувствуем от этого. Погода не повлияла на бодрое и позитивное настроение бегунов на старте. А придя к финишу уже изрядно уставшими, тонус участников поднимали их болельщики. С точки зрения медиков, мероприятие прошло спокойно. Медпомощь понадобилась немногим. Новый рекорд рижского марафона «ЛАД Телеком» 2 часа 11 минут 45 секунд установил кинейский спортсмен Доминик Канга Кимветич. Быстрее всех женщин-участниц марафонскую дистанцию пробежала эфиопка Шитая Дебелу, а нашей Анне Текожимаки не хватило всего двух секунд, чтобы попасть в тройку призеров. Ее главным достижением в этом году стало выполнение олимпийского норматива, что дает Анне Тешанс получить путевку на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Показанное ею время 2 часа 44 минуты 9 секунд стало лучшим достижением среди латвийских бегуней за всю историю рижского марафона. Абсолютно все бегуны на финише получили медали за участие в марафоне. Рижский марафон стал важной визитной карточкой Риги, настоящим спортивным праздником для многих тысяч участников и болельщиков. В следующем году и вы сможете попробовать свои силы на одной из дистанций рижского марафона. Редактор субтитров А.Семкин